В США беспилотные автомобили дают ответ эпидемии коронавируса. После некоторого перерыва они снова вернулись на дороге, чтобы доставлять продукты пожилым американцам. Так машины компании «Круиз» сотрудничают с благотворительной организацией, которая помогает нуждающимся в Сан-Франциско. До эпидемии она получала 3200 заявок в неделю, теперь 55 тысяч. «Эти люди, укрывающиеся дома, благодарят нас. Они относятся к группе риска, поэтому очень благодарны за то, что им доставляют хорошие питательные продукты прямо к порогу». В автомобиле сидит водитель, который контролирует ситуацию во время движения. Он также отвозит пакеты с продуктами к двери клиентов. При этом соблюдаются все меры предосторожности, включая социальное дистанцирование. «Эти поездки не предназначены для тестирования наших технологий. Мы хотим убедиться, что приносим пользу сообществу. При этом мы обязаны проследить, чтобы наши машины не создавали угрозы безопасности, а постоянно учились и приспосабливались к ситуации на улице». Также на калифорнийские дороги выехали беспилотники компании Pony.ai. Они доставляют продукты жителям городов Ирвайн и Фримонт. «Мы думали, как помочь сообществу во время эпидемии, какие важные услуги можем ему предоставить. Это стало основной мотивацией. Но другой сопутствующий мотив – возможность опробовать услугу доставки продуктов и посылок и изучить перспективу этой отрасли». Беспилотный доставщик компании Nura отвозит медикаменты во временную больницу в Сакраменто, где лечат пациентов с COVID-19. По словам представителей компании, услуги самоуправляемых авто сейчас бесплатны. Приятного аппетита! uyorum за субтитры субтитры в Сан-Fism. Спасибо за субтитры Алексею Дубровским. inici